Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. В Самаре почтили память сотрудников ГУВД, погибших в страшном пожаре в 99-м году. Кадеты, ветераны и полицейские возложили цветы к мемориальному комплексу. Осторожно, мошенники самарским пенсионерам вручают купюры банка приколов. Взяли на карандаш городские власти, осмотрели дворы Самарского района, которые летом ждет преображения. Достопримечательность, которая прославила Самарскую область, Шенталинский район, появится на атласе Русского географического общества. В Самаре почтили память сотрудников ГУВД, которые погибли в страшном пожаре в здании Накуйбышева, 42. Кадеты, ветераны и полицейские возложили цветы к мемориальному комплексу. На траурной церемонии побывал и наш корреспондент Анатолий Главко. В страшном пожаре в здании ГУВД погибли 57 человек. Возгорание началось около 17.30. Здание построили в 1936 году, перекрытия были деревянными. Из-за этого огонь начал распространяться с огромной скоростью. Людям, находившимся в кабинетах, не хватало воздуха. Они теряли сознание, умирали от отравления угарным газом. Тяжелее всего пришлось экспертам-криминалистам. Их отдел располагался на пятом этаже. Сотрудники прыгали из окон, почти все из них разбились насмерть. По официальной версии, пламя разгорелось из отлеющего окурка, который бросили в пластмассовую урну. Владимир Глухов прошел афганскую войну, боролся с террористами на Кавказе, отдал службе в системе МВД более 40 лет. Трагические события, которые произошли 10 февраля 1999 года в Самаре, вспоминает как самое тяжелое время в жизни. Мы всегда помнили, помним и будем помнить этих ребят, которые ушли из жизни нелепо, глупо, но тяжело для нас, для всех и для родителей. Почтить память погибших пришли действующие сотрудники силовых ведомств, ветераны и кадеты. Я выбрал кадетскую службу, потому что хочу продолжить традиции служения Отечеству, Родине. Собираюсь выступать в военное училище. Помимо того, что сегодня будет возложение у Вечного Огня, наши ребята еще выставляют почетный караул в стиле с фамилиями погибших при исполнении служебных обязанностей на Соколово-34. По окончании траурной церемонии в часовне святого Александра Невского, которую построили на месте выгоревшего дотла здания, прошел молебен. После этого родные и близкие погибших в пожаре отправились на кладбище Рубежное и Южное, чтобы возложить цветы к могилам. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События. В Самаре задержали 28-летнюю девушку, которая обманула пенсионерку. Девушка вручила ей купюру банка приколов номиналом в 5000 рублей, получив сдачу настоящими деньгами. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы. Еще один излюбленный вид мошенничества – ночные звонки, когда жертве сообщают, что ее близкий совершил преступление и требует откупиться. Как не стать жертвой мошенников, расскажет наш корреспондент Анатолий Головко. На приманку мошенников клюнула Тамара Дудукина. Преступники разбудили женщину в два часа ночи и сообщили о том, что ее сын сбил человека. Немедленно потребовали перевести на свой счет 50 тысяч рублей. Якобы этого могло хватить для того, чтобы замять дело. Вот на это я попался. У меня таких денег не было, они ждали-ждали, наверное, что я им вынесу, так и не дождались. Хотя меня накануне дети предупреждали, мам, ты смотри, мам. Классические способы развода в Самаре по-прежнему работают. Жулики приходят в дома к пожилым людям, проникают в квартиры под видом сотрудников коммунальных компаний и уносят имущество. Недавно на удочку самарских мошенников клюнула очередная жертва. Полицейские задержали девушку, которая втерлась в доверие 84-летней пенсионерки. По версии следствия, подозреваемая познакомилась с бабушкой на рынке. Представилась сотрудницей администрации и пообещала потерпевший новогодний подарок – коробку конфет и тысячу рублей. Пенсионерка проводила ее в свою квартиру, где мошенница передала билет приколов номиналом 5000 рублей, что не является платежным документом. Наша пенсионерка вернула ей сдачу в размере 4000 рублей. Подозреваемая пообещала вернуться через несколько минут с коробкой конфет и скрылась с места преступления. В итоге бабушка осталась без сладости и без денег. Вскоре она поняла – купюры оказались поддельными. На первый взгляд купюры банка приколов напоминают настоящие, но если приглядеться внимательнее, то все-таки можно найти отличия, которые должны вас насторожить. Вместо рублей – дубли, а водяные знаки практически отсутствуют. Сотрудники прокуратуры призывают жителей быть бдительными при размине крупных банкнот. Как правило, на купюрах присутствуют предупреждающие надписи. Наша съемочная группа предложила местным жителям отличить настоящие деньги от сувенирных. Некоторые из них сумели найти явные признаки подделки. Бумага сразу видно, что левая. Тут много вообще, только сейчас сразу сразу беду не расскажут. Но это не настоящее. По-моему, она что-то поярче, что ли, как будто как новая прям совершенно. Ну, мне кажется, поярче она. Блесточка вот здесь обязательно должна быть. Вот здесь где-то, вот так вот. Судьбу 28-летней девушки, которая украла у пенсионерки деньги, будет решать суд. Сейчас полицейские ищут других потерпевших, которые могли пострадать от рук мошенницы. По закону женщине грозит до двух лет лишения свободы. Анатолий Головко, Григорий Плешаков, События. В Самаре активизировались мошенники. Они предлагают жителям сделать анализы воды и установить необоснованные дорогие фильтры. Этой зимой из-за гидрометеорологических условий вода, которая течет из-под крана, имеет легкий желтый оттенок. Как отмечают специалисты, она полностью безопасна. Это подтверждается многочисленными исследованиями аккредитованных лабораторий. Однако ситуацией решили воспользоваться предприимчивые дельцы. Как сообщают ресурсоснабжающие организации, участились случаи, когда самарцам предлагают сделать дорогостоящие анализы воды. Как правило, результаты таких исследований трактуются как необходимость немедленно приобрести фильтры, на которые они готовы предоставить и кредит. Меж тем, достоверные анализы воды делают только в специализированных лабораториях, имеющих подтверждающие документы от Росаккредитации. В этом году центр Самары станет комфортным не только снаружи, но и внутри. В Самарском районе преобразят пять дворов по программе формирования комфортной городской среды. Глава города Елена Лапушкина оценила состояние дворов и взяла на карандаш те, которых ждут изменения. Вместе с главой на экскурсию по Старой Самаре отправилась и Мария Левина. Самое сердце Самары – Степана Радина, 44. То, что этот двор любят его жители, очевидно. Все вместе обустроили яркую детскую площадку, а серую кирпичную стену превратили в красочное полотно. Валентина Борисовна живет в этом доме уже больше 40 лет. Говорит, соседи меняются, но всегда на них везет. Сейчас двор попал под федеральную программу формирования комфортной городской среды. В программу мы и голосовали, и писали заявления, просили, помощи просили, в общем-то. А изменить хотим, ну как, ну чтобы лучше стало. Мы вот, видите сами, в общем-то, мы делаем немало для двора. Что преобразить в первую очередь, решают сами самарцы. Проект благоустройства разрабатывается с учетом их мнений. В своем дворе на Степана Радина жители хотят видеть мини-спорткомплекс и качели для малышей. Обустроить здесь нужно и пешеходные дорожки. Свои пожелания не высказали главе города Елене Лапушкиной. В частности, жители озаботились судьбой детской горки, которая оказалась под угрозой сноса из-за проходящей под ней коммуникаций. Горка эта, ну не мешает, абсолютно. Ее надо реставрировать, ее надо подкрасть, ее надо отмыть. Жители из дома по соседству тоже обратились к главе города за помощью. Их беспокоит мусор, который скапливается у подъездов, и машины, которые запланили двор. Мест для парковки нет, но это мало кого останавливает. Автомобили оставляют даже на газонах. Елена Лапушкина на просьбу людей отреагировала. С мусором разберутся в ближайшее время. Въезд для машин закроют, появится здесь и уличное освещение. Может быть, свет сделать? Пойдем, кстати, есть ауэтический возможностный проектов туда? Работать. Давайте. Порядок наведут и во дворе на Комсомольской. Он находится на склоне. Из-за особенностей природного ландшафта, после дождя или таяния снега, здесь ручьям льется вода с верхних кварталов. У нас разуклон, да. У нас вот здесь в свое время лужа, болото. Мы вот лопатами гоняем-гоняем, там вот бугорочек, а дальше опять ямка. Здесь заменят асфальт, чтобы вода не затекала во двор, изменят уклон тротуара. Появится здесь и поручень, чтобы спуск был безопасным. Благоустроят в этом году и двор на Ленинградской 7. Здесь озеленят газоны, приведут в порядок деревья, установят лавочку и урны. Елена Лапушкина также поручила разобраться с заброшенной постройкой на улице Некрасовской. Дом уже несколько раз горел, и пожар чуть не перекинулся на соседние постройки. Зеленый скверик появится и во дворе на Алексея Толстого. Всего же в Самарском районе преобразят пять дворов. Новый облик они получат уже в этом году. Мария Левина, Константин Головин. События. Проезд, которого нет. В Самаре, начиная с этой недели, закрыто транзитное движение по заводскому шоссе. От улицы Авроры до 22-го портсъезда. Вынужденные меры необходимы, чтобы не создавать аварийных ситуаций на время ремонта. На дороге будет большое количество глубоких траншей и ям для прокладки коммуникаций. Но на работе предприятий, находящихся на магистрали, это не скажется. Подрядчики оставили несколько подъездных путей. Андрей Горгуленко на месте выяснял, как теперь лучше проехать к нужному адресу. Красный знак с белым прямоугольником, прозванный в народе кирпич, красноречиво говорит о том, что напрямую по заводскому шоссе сейчас не проехать. Транзитное движение по улице закрыто. Эта мера необходима, чтобы строители смогли закончить прокладку коммуникаций, не создавая аварийных ситуаций. Ведь рыть глубокие траншеи в непосредственной близости от движущихся машин опасно. Сейчас подрядчики под будущей дорогой прокладывают трубы водоснабжения и ливневую канализацию. Эксплуатацию существующих сетей мы не прерываем. То есть мы делаем параллельно сети. Все переключение будет уже делаться в более-менее теплую погоду. Сейчас мы перекладываем трубы, делаем ливневую канализацию. Это виды работы, которые можно делать в зимний период. При этом запрет на транзитное движение не должен сказаться на работе предприятий, находящихся на заводском шоссе. Подъезд к ним будет возможен по следующим схемам. Со стороны улицы 22-го портсъезда до заводского шоссе 99-я, со стороны улицы Авроры до улицы Ближней. Схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД. Такое ограничение транзитного передвижения не несет за собой препятствия в доступе на действующие предприятия, которые у нас работают на заводском шоссе. И та схема, которая реализована была у нас с воскресенья на заводском шоссе, как мы полагаем, будет возможно передвигаться по заводскому шоссе, подъезжать на предприятия, которые там работают, как клиентам, так и работникам, и поставщикам на эти предприятия. Срок окончания всех работ по контракту – ноябрь 2020 года. Но транзитное движение строители планируют открыть, как только закончат все земляные работы. Ремонт дороги выполняют по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. После реконструкции заводское шоссе станет полноценной четырехполосной магистралью. Здесь появятся тротуары, газоны, ограждения, пешеходные переходы, автобусные остановки с карманами. А также освещение и ливневая канализация, которых раньше здесь не было. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Самара – город активного долголетия. Более двух тысяч человек минувшим летом ходили на бесплатные спортивные занятия. Гимнастику проводили еженедельно на четырех городских площадках. В итоге доля систематически занимающихся спортом в Самаре выросла на 12%. Итоги работы городских властей по реализации послания президента подвели на еженедельном совещании в мэрии. Еще один пункт плана – создание дополнительных мест в детских садах. В 2019-м в систему образования вернулись три дошкольных заведения. К открытию в Самаре готовятся еще три новых здания, в том числе в микрорайоне Волгарь. Не остаются без внимания и школы. В 2019 году отремонтированы пищеблоки, спортивные залы, закуплены новые оборудования для кабинетов. Еще одно важное направление – поддержка семей с детьми. Многодетные получают выплаты на оплату коммунальных услуг и компенсации за установку счетчиков. Также материальную помощь выдают семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. На строительство жилья молодые семьи в 2019 году получили выплаты на общую сумму 106 миллионов рублей. План мероприятия 2019 года был выполнен нами на 97%. Это лучший результат за последние три года. В 2016 году выполнение этого плана составляло 91,5%. В 2017 году 81%. В 2018 году 90%. Провести хирургические операции, не успев получить диплом. Но, правда, виртуально. В День науки Самарский медицинский университет провел всероссийскую викторину открытой лаборатории. Гости могли примерить на себя роль врача с помощью современных изобретений самарских ученых. Подробнее расскажет Мария Левина. Мы сейчас находимся в операционной, в которой у нас находится человек, у которого проблемы с дыханием. Взять в руки скальпель и приступить к настоящей хирургической операции – дело ответственное. Для первокурсницы медицинского университета Дианы Ольковой пока это только в планах. Но с помощью современных VR-технологий уже сегодня девушка может попробовать профессию мечты. Настоящие ничего не дают делать. А здесь уже ты действующее лицо, ты сам хирург и ты решаешь. У меня династия врачебная и вдохновляют родственники, товарищи. И как-то на себя хочется это примерить. У семиклассника Тимура Мацкевича выбрать дело жизни время еще есть. Но и вопрос о профессии парень уже уверенно отвечает. Я хирургом. А почему хирургом? Потому что интересно работать со скальпелем и понимать, что от тебя зависит жизнь у человека. Рассмотреть каждую клетку вещества под микроскопом, потренироваться, накладывать хирургические швы. И не только. Любой желающий мог попробовать себя в роли врача. Это поможет не просто познакомиться с вузом, но и более углубленно посмотреть, что такое медицина, что такое наука, почему наука может быть интересной. Сразу после Всероссийская викторина открытая лаборатория. Вопросы составлены при участии ведущих российских ученых. Проверить свои знания можно было не только в естественных науках. Вопросы в викторине составлены на общую эрудицию. Мария Левина, Константин Головин. События. Прошлое, о котором помнят. В музее боевой славы в 37-й школе Самары хранится то, чем жили солдаты во времена Великой Отечественной войны. В тяжелые для страны годы в этих стенах размещалась школа связистов. Сейчас в музее собраны вещи, которые им принадлежали. В подлинности экспонатов убедилась мэрия Ялчан. История 37-й школы тесно связана с военным временем. Образовательное учреждение открылось в 1939 году. И поэтому, как учебное заведение, долго поработать не успело. Началась война. Всего через два года после открытия школы здесь начали готовить связистов, в которых остро нуждалась Красная Армия. Отсюда девушки и юноши уходили на фронт. Их обучали телеграфному делу, азбуке Морзе и работе на радиостанциях. За несколько месяцев в невероятно трудных условиях военного времени из еще вчерашних школьников готовили солдат и радистов. Отсюда выпустили порядка 12 тысяч специалистов. После войны за парты снова сели дети. А в 75-м в этом кабинете создали музей боевой славы восьмых радиотелеграфных курсов. Сейчас здесь хранятся действующий телеграфный аппарат Морзе, катушка связиста и восстановленный патефон 40-х годов. Кроме того, в музее есть так называемая крупорушка. Это небольшая машина по очистке и переработке зерна в крупу. Ее соорудили курсанты, чтобы готовить себе еду в голодные военные годы. Особенно детям это интересно, потому что младшее поколение. Ну и старшим тоже они очень много. Кто приходит из таких уже взрослых, как 40-50 лет, тоже они для себя очень много нового узнают. Школьники с особым интересом и трепетом относятся ко всем экспонатам. На основе материалов музея они пишут творческие работы и рефераты. Да, это безумно интересно. Здесь мы познаем что-то новое. Здесь мы открываем для себя новые знания, новые границы, горизонты. Музей неоднократно побеждал в городских и региональных конкурсах. Учащиеся работают над проектами, посвященными хранилищу артефактов. Мэри Елчан, Василий Калдашов, События. История семьи Романовых в художественном музее прошла лекция Ивана Арцишевского, известного российского эксперта по этикету и государственным протоколам. Завесу тайны приоткрыли и для нашей съемочной группы. И в лесу написано, прости нас, государство, потому что он был отправлен и уехал уже, чтобы никогда не вернуться. История семьи Романовых для специалиста по этикету и государственному протоколу Ивана Арцишевского стала главной в его жизни. В 1998 году он руководил группой по перезахоронению семьи Николая II и его свиты. Иван Арцишевский говорит, на эту роль его порекомендовал знаменитый академик Дмитрий Лихачев. В 2006 году он же готовил сценарий перезахоронения останков супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны, которая после революции эмигрировала в Данию. Датский военный корабль, на который был погружен ее прах в порту Кронштадта, был встречен орудийным салютом с российского корабля, давшего 21 залп. Это символическая деталь сценария. Так Марию Федоровну встречали в России, когда она, еще принцессой Дагмар, прибыла на браковинчание с великим князем Александром Александровичем, будущим императором. Эту и другие истории Иван Арцишевский рассказал на лекции в художественном музее. В своей лекции историк рассказал о прошлом и будущем семьи Романовых. Сейчас потомки императорской семьи рассеяны по всему миру, вплоть до Уругвая. От политики они все далеки и в основном занимаются бизнесом и благотворительностью. Конечно, интересно в любом случае, как адаптировалось семейство в этих уже условиях современного мира. Но в любом случае, это история, которая уже не переписывается. Это настолько интересно, поскольку это наша история, мы должны ее знать и узнавать, прежде всего, о тех людей, которые знают это не понаслышке. Интерес к истории семьи Романовых не ослабевает не только в России. Недавно Иван Арцишевский читал эту лекцию в Париже и скоро поедет с ней в Кишинев. Мария Елевина, Семен Безгинов, Максим Гусев. События. Трагическое известие пришло из Санкт-Петербурга. В северной столицу ушел из жизни композитор Сергей Слонимский. Народный артист РСФСР хорошо известен самарским меломатом как автор оперы «Видения» Анны Грозного, мировая премьера которой состоялась на сцене Самарского театра оперы и балета в 1999 году. Всего же Сергей Слонимский написал 34 симфонии, 8 опер и 3 балета. Он является автором музыки к советским фильмам и театральным постановкам, в том числе к известному в СССР бестселлеру «Республика Шкит». Сергею Михайловичу было 88 лет. Причиной остановки сердца стала тяжелая болезнь. Далее коротко о других событиях дня. Дмитрий Азаров провел выходные за рулем спорткара. О своей тренировке он рассказал в соцсетях, где и поделился мотивирующими фотографиями и видео. «Мороз, солнце и хорошая тренировка к новой рабочей неделе готов», так написал Дмитрий Азаров в своем личном аккаунте в Инстаграме. Напомним, что глава региона уже не первый раз пропагандирует здоровый образ жизни во всех его проявлениях. Ранее он выкладывал фото и видео своей поездки на Вести по Тольяттинской трассе, а в Крещение окунулся в прорубь. Антимонопольщики проверяют цены на маски в самарских аптеках. Торговым точкам необходимо предоставить в Самарской УФА сведения о динамике цен. Если в действиях аптек найдут признаки нарушения антимонопольного законодательства, то специалисты примут меры в рамках своих полномочий. Между тем, мониторинг цен на медицинские маски будет проводиться каждую неделю. В Самаре временно осложнится движение по северо-восточной магистрали. Речь идет о пересечении с улицами Кузбасской и Мусоргского. Это связано с работами по подключению к водоснабжению нового жилого дома, сообщили в город-администрации. Изменения будут действовать на протяжении полутора недель с 8 по 17 февраля. При этом неудобства не коснутся общественного транспорта. Сообщается, что автобусы под номерами 11, 61, 247 и 261 продолжат следовать по своим маршрутам. Фабрику кухню реставрируют две смены. Сегодня на объекте работают 37 человек. Установлены леса по фасаду. Внутри здания обрабатывают стены и перекрытия для того, чтобы очистить их от старой штукатурки, а затем усилить. На ремонт архитектурного памятника планируется потратить около полутора миллиардов рублей. Фабрика кухни была построена в 1932 году. После 90-х годов прошлого века она пришла в запустение. Недавно в ней решили открыть музей и передали государственной Третьяковской галереи. Агентство по страхованию вкладов выставило на продажу украшения и ордена, которые принадлежали Газбанку. Их стоимость оценивается в 10 миллионов рублей. Так продается, например, колье общим весом 31 грамм из белого золота с бриллиантами и сапфирами. Ордена во славу и процветание России выставлены отдельным лотом за 1 миллион 600 тысяч рублей. Напомним, Газбанк был признан банкротом в августе 2018 года. Размер установленных требований кредиторов составляет 20,5 миллиардов рублей. Сделать родные края туристически привлекательными задумали ученые из ГЭУ. Вооружившись поддержкой Русского географического общества, 9 месяцев они работают над интерактивным атласом. Сейчас экспедиторы изучают край, чтобы потом рассказать о нем всем желающим. Мария Левина отправилась в Самарскую северную глубинку и узнала, чем же она так примечательна. Северная глубинка Самарской области, Шенталинский район – достойное внимания места. Его решено добавить в интерактивные атласы туристических маршрутов малых городов и сел Самарской области. Здесь очень многонациональная земля и очень много сохранившихся традиций, обрядов, даже уникальных танцев, которые существуют только в этом регионе. И, конечно, из других регионов гостям было бы интересно познакомиться с этими национальными традициями. Проект реализуется при грантовой поддержке Русского географического общества. Историческую ценность здесь представляет уникальный памятник федерального значения начала XVIII века – крепость Кондурча. Сейчас проект готов на 50%. В его обсуждении приняли участие краеведы из северных районов области, ученые и студенты СГЭО. Макет интерактивного атласа представят в апреле на научном форуме в СГЭО. Мария Левина, Василий Кладашов. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара Гис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»